Милость, милость Господа над нами, милость, на народ Твой Израиль, милость, и на весе Рушала им, милость, милость. Собственно, моя часть этой темы заключается в том, чтобы понять, что же нам, собственно говоря, со всем этим делать, и как нам с этим жить, как нам с этим бороться, за что бороться, против чего или как. Значит, собственно, и жить в победе. Значит, ну, уже говорилось здесь о том, что антисемитизм – это, собственно, некорректный термин, потому что, ну, скажем так, когда он был введен, я думаю, что мотивом введения этого термина вместо термина «юдофобия» было дать, типа, ну, какое-то такое политкорректное определение. «Чтобы не обижать тех, кто не любит евреев». Понимаете? И в результате введения именно этого термина возникает в головах путаница. Если Израиль отстаивает свои границы, защищая себя от арабов, которые настроены враждебно к Израилю, а арабы тоже семиты, то получается, что израильтяне антисемиты. И понимаете, когда люди начинают об этом размышлять, семиты, антисемиты, да они там сами друг с другом разобраться не могут, типа, что мне туда лезть. Из-за того, что путаница в голове возникает, на самом деле это не приносит ничего хорошего, это приносит только проблемы. Значит, плюс ко всему, я сейчас просто приведу небольшой список фраз, достаточно распространенных в христианских кругах, которые показывают состояние сердец людей в отношении этого вопроса. Значит, фраза такая, зачем об этом говорить вообще? Значит, такая еще фраза, мы не знаем ни одного нашего представителя, который принимал бы участие в Холокосте, поэтому не видим смысла говорить на эту тему. Ну, то есть, это вот фраза пастырей, которые говорят, ну, я не знаю никого из тех, кто участвовал, у кого родственники участвовали, зачем нам поднимать эту тему? Моя хата с края, ничего не знаю. Дальше, зачем говорить об евреях, ведь украинцев тоже уничтожали и депортировали. Ну, разве это не правда? И украинцев, и молдаван, и, ну, многие народы пострадали в разных ситуациях, да. Почему именно об евреях нам нужно говорить? Зачем их так выделять? Дальше, если разобраться, евреи сами виноваты в своих бедах, да. Ну, об этом уже Валентин нам поведал. Дальше, это все уже не важно, ведь это было давно. Ну, действительно, это было... Я родился, этого уже вроде бы как и не было, потому что обычно тема антисемитизма, она, как правило, привязана к дню памяти жертв Холокоста. И в соответствии с этим, ну, как бы это было так давно, что зачем нам поднимать, зачем нам ворошить старое. Дальше. Мы уже однажды каялись за антисемитизм. Сколько же можно говорить на эту тему? Ну, то есть один раз сказали, Господи, прости, признаем, принимаем, все, теперь мы чисты. Значит, и дальше, еще вообще самая парадоксальная такая отмазка. Христос искупил нас от любого проклятия, поэтому нам ничто не повредит. То есть жертва Христа покрыла грехи наши, грехи наших предков, и поэтому нас это теперь не касается. Неужели мы настолько горды и слепы, чтобы не видеть общее состояние страны, общее состояние церкви и не желать изменений? Знание и верное толкование истории дает нам понимание причин нашего сегодняшнего положения в обществе. В чем эта идея? После потопа мы видим, Бог провозглашает некий закон, закон сеяния и жатвы. И этот закон, он действует до сих пор. Ну, грубо говоря, что посеет человек, то и пожнет. И Новый Завет говорит, что сеющий в плоть от плоти пожнет тление, сеющий от духа пожнет жизнь вечную. Так вот, если мы принимаем, как верующие Нового Завета, что этот закон продолжает действовать, как мы можем говорить, что то, что происходило с нашими предками, никак не отражается на нас, на судьбе нашей страны. Нужно понимать, что есть личная ответственность, есть коллективная ответственность, ответственность народа. Можем ли мы сейчас сказать, что украинский народ совершенно и полностью свободен от юдофобии? Я буду использовать все-таки вот этот термин, потому что мне он кажется более правильным, более четко отражающим суть этого явления. Я не буду использовать антисемитизм, хотя в рамках вот этого вот проекта, в котором мы проводим этот семинар, и будет молитва проходить, значит, мы говорим об антисемитизме, но я буду использовать все-таки термин юдофобию. Но дальше я покажу, что юдофобия – это не совсем тот термин, который показывает всю картину. Значит, явление антисемитизма и нацизма – это далеко не только социально-психологический феномен, обусловленный еще и экономическими причинами, как принято считать. Более того, при внимательном рассмотрении этой проблемы можно увидеть, что юдофобия – это не проблема только евреев и Израиля. Конечно же, нам не обойти сложные отношения и между русскоязычной, и украинскоязычной частями нашего общества. Эта проблема тоже существует. И это проблема всех людей, независимо от национальности. И в первую очередь, всех детей Божьих, состоящих в заветных отношениях Бога, в отношениях с Богом Авраама, Ицхака и Якова. И корни этого явления уходят в духовную сферу. И моя задача сейчас состоит в том, чтобы осветить именно духовный подход к этой непростой теме. Надеюсь, всем присутствующим хватает зрелости, чтобы понять, что мы далеки от того, чтобы сеять чувство вины и розни в сердцах людей. Хотя и будем говорить о сложных вещах. Между чувством вины и ответственности существует огромная разница. И вот сегодня уже много говорилось о корнях вот этого вот явления ненависти, да, и о том, как эта ненависть сконцентрирована была конкретно на еврейском народе. Я хочу показать в Писании вообще самая сжатая, такая ретроспективная, как бы, картина истории ненависти к Божьему народу. Это книга Откровений, 13 глава. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его были десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему, дракон, силу свою и престол свой и великую власть. И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно ранена». Так, я прошу прощения, я не ту главу. Подготовил и не ту главу. А, вот, не ту главу открыл. Значит, и явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. На головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит спасти все народы, пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там тысячу двести шестьдесят дней. Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволами сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она улетела в пустыню и села в свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В этом отрывке мы можем увидеть прообраз такой, ну яркий такой образ Израиля, который дает миру Мессию, и против Израиля ополчается вот этот вот дракон, древний змей. И когда Израиль сам сокрыт от него, то этот древний змей ополчается против всех остальных от семени его. И уже говорилось сегодня о том, кто является этим семенем, этим семенем являемся мы. И, собственно говоря, та ненависть, которая направлена на народ Божий, на Израиля, она, собственно, направлена на каждого верующего, независимо от национальности. Просто мы знаем, что на основании Нового Завета и представители других народов получили возможность войти в Царство Божие, стать детьми Божьими, и в результате, становясь друзьями Бога, мы становимся врагу, врага душ человеческих. И, собственно, это такая очень коротенькая история, показывающая всю суть этого явления. На нашем земном уровне это может происходить и реализовываться совершенно по-разному. Мы просто из этого отрывка должны понимать, что за этим стоит враг душ человеческих, который противится в первую очередь Богу, противится его народу и его детям и пытается всячески уничтожить. Как он это делает? Он находит того, кто открыт для него. Писание нам говорит, не давайте место дьяволу. Значит, человек может давать ему место. И когда человек дает ему место, и враг находит такого человека, он уже начинает использовать любые средства, доступные ему. Скажем, у фараона был страх перед евреями. Значит, у Валака тоже был страх. А если мы посмотрим на тех же вот Амаликитян, да, и на того же Амана, то там, собственно, уже был не страх, там уже была какая-то наследственная беспричинная ненависть. То есть, ну, необъяснимая. Причем, вы знаете, вот когда человек, ну, вообще не понимает, о чем идет речь, ему можно сказать, что угодно, и он поверит. Вот как в том ролике, который мы смотрели в начале. Есть умный дядька среди колхозников. И вот он что-то там читает и говорит. Они тут же принимают это к действию и берут, выкидывают еврея с крыши. А потом он говорит, но есть еще другая точка зрения. Они говорят, тогда зачем же мы выкинули? Он говорит, не знаю. То есть, когда нет понимания того, что же происходит, человека очень легко обмануть. От недостатка видения гибнет народ. И вот, собственно говоря, тут такое еще есть, такая сторона этого вопроса. Значит, мы обычно, вот когда говорим об этом, опять же, используя некорректный термин антисемитизм, мы, пытаясь восставать против этого, мы начинаем молиться против, против антисемитизма, против нацизма. Но я хочу показать некую точку зрения Писания на то, как вообще этот процесс происходит. Значит, позиция отвержения зла юдофобии не может быть смыслом жизни. Это вот я когда-то слышал историю такую, что, ну, был один молодой человек, который ненавидел своего отца. Всю жизнь свою ненавидел. Вот умер отец, этот человек повесился. Почему? Потому что ему некого стало ненавидеть. Понимаете? То есть, идея в чем? В отрицании, чего бы то ни было, что нам не нравится, нет силы, нет жизни. И смотрите, как говорит об этом Писание. Значит, Евангелие от Луки, 11 глава, 24-26 стих. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И, не бывает для человека того последнее хуже первого. В чем идея этого отрывка? В том, что, если мы молимся против антисемитизма, силу Духа Святого антисемитизм уходит из разума человека. Но, если туда не прольется Божий свет, Божья истина, если не заполнит вот эту вот пустоту, то, знаете, как говорят, святое место пустое не бывает. Обязательно придет какая-то другая ложь. Вместо одной лжи придет другая ложь. Дальше слышно, ну, можно услышать такие аргументы в пользу вот постановки вопроса против антисемитизма, против нацизма. Значит, ведь написано же, что мы ведем войну не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Замечательно. Я прочитаю это место. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». То есть, какая цель, какая задача? Преодолев устоять. То есть, есть позиция, которую Бог определил для нас в этом мире. Наша задача эту позицию удержать. И для того, чтобы ее удержать, мы должны припоясав чрес... Итак, станьте припоясав чресла ваше истинную и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Старайтесь всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне было дано слово. Устами моими открыты с дерзновением возвещать тайну благовествования. То есть, смотрите, наша борьба, она заключается не в том, что мы что-то отвергаем и отметаем, а в том, что мы что-то приобретаем и утверждаем. То есть, мы заполняем свою жизнь какими-то Божьими инструментами, каким-то Божьим оружием какой-то Божьей защитой. То есть, мы делаем какие-то положительные действия, а не отрицательные. То есть, припоясываем чресло истинную. Это позитивное действие. Облекаемся в броню праведности. Позитивное действие. Обуваем ноги в готовность благовествовать мир. Позитивное действие. Берем щит веры, шлем спасения, меч духовный, который Слово Божье. И всякую молитву и прошением молимся во всякое время духом, стараясь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть, вот все то, что в этом отрывке определяется противостанием против козни дьявольских, не дьявольских, войной, броню против духов злобы поднебесной, все оно реализуется через утверждение и приобретение каких-то вещей. И все это действие положительное, не отрицательное и не отвергающее. Потом есть еще такой момент. Значит, Иакова, 4 глава, 7-10 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость, печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас. И этот отрывок начинается со слов покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, но очень часто верующие говорят, мы должны противостоять дьяволу, противостоять дьяволу, это некое противное действие, отрицающее его, отрицающее его волю, отрицающее его действие в своей жизни, но опять же не через отрицание тьмы, а через утверждение света, приблизьтесь к Богу, покоритесь Богу, очистите руки, исправьте сердца, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смиритесь перед Богом и вознесет вас, то есть опять же Писание показывает, что с тьмою мы можем воевать только лишь зажигая свет, свет Божьей любви, свет Божьего просвещения, свет Божьей истины, понимаете, и мы должны этот образец для себя усвоить, когда мы молимся против нищеты, вот такой простой вопрос, вот нищета, как молиться против нищеты, я думаю, что для того, чтобы эта молитва была эффективна, нужно молиться за то, чтобы люди захотели идти работать, понимаете, а если человек бездельник и лоботряс и он работать не хочет, мы будем молиться против нищеты в его жизни, что в его жизни произойдет, пока он не начнет утверждать Божий план для своей жизни, понимаете, теперь еще такая сторона этого вопроса, значит, в иврите есть два слова, которые переводятся на русский язык как свобода, в русском языке разницы нет, а в иврите есть, иврит разделяет и слово хофиш, которое означает свободу от чего-то, то есть исход это была свобода от египетского рабства, а дрор это свобода для чего-то, для чего Бог вывел Израиля из Египта, для того, чтобы они пришли к горе, поклонились, совершили служение, приняли Тору и пошли и овладели землей, которую Бог обещал, то есть есть свобода от чего-то, есть свобода для чего-то, и вот послание к римлянам, 6 глава с 16 по 23 стих, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности, благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, то есть, были рабами и остались рабами, но произошла кардинальная перемена, были рабами греха, стали рабами праведности, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, какой же плод вы имели тогда, такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть этот отрывок опять-таки показывает нам, что есть явная разница между тем, чтобы от чего-то освободиться и освобождаемся мы от зла, от тьмы, от греха, от неверия для того, чтобы войти в то, что приготовил для нас Господь. То есть это мы становимся рабами праведности, мы становимся святыми, своими, своими святым и детьми Божьими. Значит, еще такой вопрос. Вот в том ролике, который мы показали в начале, там прозвучала такая фраза, что не любить евреев вроде бы нехорошо, а любить, и там вот человек вставил, вроде бы не за что. Давайте мы посмотрим вообще на этот вопрос по Писанию. Значит, за что же любить евреев или по-другому, а что же мы с этого будем иметь? То есть, есть ли нам какая-то польза, обещанная Богом, за то, что мы таки будем относиться с любовью к еврейскому народу? Да? Значит, уже тут звучали те цели, которые Бог имел при создании еврейского народа. Это еврейский народ был призван стать образцом жизни в заветных отношениях с Богом. Бог намеревался наиболее полно раскрыть себя через послушание Израиля. Дальше, целью для еврейского народа было самому научиться и научить мир личным отношениям с живым Богом. Дальше, стать примером Божьей верности в тех обещаниях, которые Он дает. И это обещание как положительное, так отрицательное по принципу Папа сказал, Папа сделал. И вы знаете, вот для ребенка вот эта вот фраза, она не всегда оборачивается чем-то радостным для него. Папа сказал, что он купит что-то игрушку какую-то или вкусняшку какую-то. Папа обещал, папа сделал. Но есть условия, если будешь хорошо учиться, если будешь послушным ребенком, а если происходит нарушение этих условий, то папа сказал, папа сделал. Либо есть какое-то наказание, либо просто ребенок не получает то, что было обещано. То есть это тоже сдержать свое слово, понимаете. И Бог, он обещал Израилю, он обещал народам определенные вещи. Израиль должен был стать вот тем образцом, на котором действительно видно, что Бог верен своим обещаниям. Дальше Израиль должен был принять от Бога Слово Божие, затем сохранить, передавая из поколения в поколение, затем передать всем народам. Вот однажды несколько лет назад, еще когда в Кишиневе жил, я был на мероприятии, посвященном тоже вот Дню памяти жертв Холокоста, и там помощник Равина пришел, естественно, и он имел что сказать нам. И вот мне очень понравилась такая интересная формулировка. Он сказал, что Бог дал Израилю Тору. Тора помогает сохранить человеку образ Божий в себе. И Израиль является носителем этого слова. Если Израиль уничтожить, то человечество утратит этот образ Божий. И поэтому враг душ человеческих собственно и желает уничтожить Израиль в первую очередь. Но как мы говорили уже, это не исключительно проблема Израиля и не исключительно проблема евреев. Потому что если мы вспомним то, что происходило во время Второй мировой войны, если скажем люди соглашались с мироправителями тогдашними, они вроде бы как сохраняли себе жизнь. Но если они прятали у себя евреев, сохраняя им жизнь, и не дай Бог их находили нацисты, то что делали с теми людьми, которые встали на сторону евреев? то есть вы понимаете что вот любовь она объединяет если мы любим Израиль мы становимся одним целым с ним если мы становимся одним целым мы обязательно разделим судьбу Израиля и вы знаете я скажу что ну не надо думать что если вдруг опять не дай Бог придут гонения описание говорит о том что они будут так не надо думать что если мы останемся в стороне от евреев то нас пронесет нет на самом деле ну нужно понимать что все мы сейчас в соц сетях и о всех о каждом из нас есть уже определенные досье в определенных информационных банках поэтому каждый из нас уже успел засветиться как друг еврея хотя бы тем что заявил я христианин понимаете и если дойдет дело до этого то вычислять нас будут по нашим смартфонам и по нашим записям в социальных сетях сделать это не сложно на самом деле то есть нужно понимать что ну не пройдет мимо нас эта чаша знаете когда еще в гефсиманском саду молился доминует меня чаша сия а впрочем не моя воля но твоя да будет я вам скажу что если мы не займем такую же позицию если мы не возьмем своего креста поверьте лучше нам от этого не будет ни здесь ни в вечности потому что даже если мы здесь попытаемся откреститься от евреев от Израиля нам уже не поверят мы слишком хорошо о себе заявили есть еще момент собственно что что Израиль ну что Бог имел для Израиля и для человечества в целом значит Израиль должен был дать Машеха и он дал Машеха миру и этот Машех поразил сатану в голову и принес человечеству победу и собственно говоря именно кровь Мессии она способна каким-то образом разрешить вот эту проблему то есть мы должны понимать что мы не можем снять с себя ответственности за то что происходило если мы посмотрим на библейских героев веры взять Маше когда народ сделал грех золотым тельцом и Бог сказал я уничтожу этот народ и от тебя произвед новый он говорит уничтожишь их уничтожи меня то есть любовь она объединяет она связывает в одно целое она она определяет одну судьбу и поэтому Маше понимал он настолько любил Израиль что он не видел себе будущего без того народа который он вывел из Египта потом если мы вспомним пророка Иеремию который был пророком был праведником но когда пришел суд божий на Израиль он разделил судьбу он пошел вместе со своим народом в плен далее мы помним пророка Даниила если мы почитаем его молитву мы можем увидеть очень интересную вещь он не молится так типа Господь прости им их грехи а мы здесь праведные и у нас все в порядке он говорит Господи я и отцы мои мы и отцы наши он не отделял себя от народа он соединял себя с народом понимаете любовь она объединяет любящих друг друга Ишуа собственно говоря олицетворив ассоциировав себя со своим народом взяв на себя грех Израиля и грех всего человечества он пошел на смерть крестную и претерпел это до конца и поэтому у нас собственно говоря есть пример для подражания в писании и понимания что же мы таки должны делать как же нам поступить значит еще один интересный момент по поводу того как ну вот это я зачитал какие-то моменты связанные с тем за что любить евреев если мы послушны своему мессии царю то мы должны прислушаться к его словам потому что он сказал будьте исполнителями слова а не только слушателями и я сейчас буквально уже как бы совсем коротко цитирую значит это матфея 25-40 об этом уже упоминалось когда амашеях вернется и будет судить народы судить он будет по одному простому критерию отношения народов к израилю значит и вот он говорит значит царь скажет им в ответ истина говорю вам так как вы сделали одному из всех братьев моих меньших то есть евреям то сделали мне а другим он скажет истина говорю вам так как вы не сделали этого одному из всех меньших то не сделали мне то есть если мы то есть другими словами отношение к израилю он воспринимает как отношение к себе если мы сделали добро израилю мы сделали добро ему если мы сделали зло израилю мы сделали это ему если мы промолчали мы промолчали против него Если мы высказались как-то, то мы высказались соответственно. То есть он все это воспринимает как свой адрес. Понимаете? И я это могу понять. Если, скажем, моей дочке кто-то говорит что-то плохое, мне это неприятно. Если ей кто-то говорит что-то доброе, мне это приятно. Я думаю, что это каждому, кто имеет детей или родных, близких и когда-то попадал в такие ситуации, поймет о чем я говорю. Он это воспринимает как вот на свой счет. И мы это должны принять к сведению. Дальше, значит, римлянам 11 глава, 11-12 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, то есть евреи, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. То есть, смотрите, то, что произошло в истории, то, что часть Израиля приняла Мессию, часть Израиля не приняла, это все часть Божьего замысла. Часть Божьего и не приняла, вот та часть, которая не приняла, это часть Божьего замысла для того, чтобы открылись двери для неевреев в Царство Божие. И мы можем смотреть на них как угодно, но мы должны осознавать, что результатом их такого поведения это открытые для нас двери. Тем более, что это не конец процесса. Понимаете? И дальше, если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть, этот отрывок говорит о том, что когда часть еврейского народа отвергла Машеха, это послужило поводом для того, чтобы Евангелие начало, благая весть, начало распространяться среди других народов, теми же евреями, которые приняли. Но с другой стороны, Писание говорит, что, но когда примут, то тогда произойдет воскресение из мертвых. То есть, возвращение Ишуа, воскресение из мертвых, преображение тех, кто дождался. Значит, и еще один отрывок. Римлянам, 3 глава, 1-2 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. То есть, мне когда-то очень понравился такой вот пример. Один учитель продемонстрировал это очень наглядно. В чем преимущество? Просто, ну, знаете, когда говорят об избрании еврейского народа, ну, очень часто они совсем понимают, в чем суть этого избрания. Вот я бы хотел попросить, вот, Вася, ты не еврей, подойди, пожалуйста, сюда. Валик, а ты, как представитель еврея, Библию можно? У всех электронные. Дай, пожалуйста, сюда. И вот смотрите, вот это не еврей, это евреи. Какая между ними разница? Не, ну, вот по человеческим меркам. И тот человек, и тот человек, да, национальности разные. Ну, вот евреям Бог вверил Слово Божье. Вот скажите, он теперь от этого стал как-то лучше? Не, как бы вот без Слова Божьего, и тот человек, и тот человек. И особой разницы какой-то категоричной такой, чтобы сказать, что кто-то из них круче нету. Получил ответственность. А кому много дано, с того много спросится. Понимаете? Он получил ответственность. Стал он от этого чем-то лучше, чем-то круче? Ну, Писание говорит, да, стал. Потому что у него есть Слово Божье. Ну, вы понимаете. Даже, все, спасибо. Даже в еврейской традиции есть такое, что приходят евреи к Богу и говорят... А, нет, это вот в Тевье Молочнике, когда он молится, Тевье говорит, Господи, вот может быть, ты бы иногда хотя бы избирал кого-нибудь другого. Ну, вы же понимаете, что от хорошей жизни так просить Всевышнего никто не станет. И я вам скажу, что действительно судьба еврейского народа очень тяжелая. Но Писание говорит, что эта судьба приготовлена Богом. И исходя из истории еврейского народа, даже когда Бог наказывал Израиль и отводил в плен, и, по сути, Он использовал другие народы для того, чтобы судить свой народ, если тот народ, которому была вверена функция карающего органа, скажем так, превышал свои полномочия, то Бог потом ополчался против этого же народа и против этого же царя. Вспомните Навуха Доносора, очень наглядный пример. То есть, на самом деле, мы должны понимать, что Бог, Он Отец любящий, и Он знает, когда, кого и как наказывать, и Он знает, кого, когда и как миловать. А наша задача – не пытаться стать вот той палкой или тем мечом, а вот стать действительно тем, кто врачует раны, кто пытается как-то утешить, как-то приободрить, иногда даже рискуя своей жизнью. Понимаете? И еще, что, в принципе, уместно было бы сказать здесь и сейчас, мы говорим обо всем этом вроде бы как в общем, теоретически, но на самом деле события, которые происходили, они происходили не так уж и давно. Но, скажем, вот, ну, я знаю, что мой дедушка по маминой линии, он во время войны был мобилизован в рубинскую армию, и он оказался даже здесь, в Одессе. И, насколько я знаю с его рассказов, он по какой-то причине решил сбежать. То есть он дезертир. И вы знаете, с одной стороны сказать, что вот он был дезертиром, да, это звучит не очень. Но, с другой стороны, я понимаю, что я не знаю, по каким причинам вот он принял такое решение. Может быть из страха, а может из понимания того, что то, что делается, оно противоречит его убеждениям. Потому что, ну, скажем так, по его рассказам, я могу предположить, что он все-таки имел еврейские корни, фамилия у него была румынская, но он говорил, что фамилию он взял не своего отца, который погиб в Первую мировую, а взял фамилию своего дедушки, который его, собственно, воспитал. Фамилия у него румынская, хотя должна была быть фамилия Крамер. И, скажем так, какие-то рассказы, которые я вот вспоминал, скажем так, в детстве я не придавал этому значения. А уже когда стал верующим, я начал размышлять, Бог начал напоминать. И, скажем так, доказательств никаких нет, но мне они, собственно, не нужны, потому что я знаю, что находясь в Завете со Всевышним через жертвенную смерть и воскресенье Ишуа, мне большего и не надо. Этого достаточно. Но я вам скажу, что вот если человек участвовал в этом, ну, кто-то из наших предков, я не думаю, что он потом, после окончания войны, стремился слишком это афишировать. Ну, то есть я не знаю, насколько нужно быть безумцем, чтобы продолжать жить теми же убеждениями, видя, к чему все это привело в конечном итоге. Понимаете? И поэтому нужно понимать, что есть определенное покрывало молчания. И, скажем так, и Молдова, откуда я родом, и Украина, ну, откуда мой папа родом, но он с западной Украины, участвовали, к сожалению, в этих беззакониях. И мы можем не знать, на самом деле, кто из наших предков участвовал, а кто нет. Но мы должны понимать, что мы являемся частью одного народа. Ну, в данном случае украинского. Мы здесь, на территории Украины, говорим об этом. Мы являемся частью украинского народа. И мы перед Богом должны взять на себя ответственность за то беззаконие, которое происходило на этой земле. А происходило оно не только во времена Второй мировой войны. Мы знаем, что тут достаточно сильные вот эти вот юдофобские настроения были на протяжении веков. Взять того же Богдана Хмельницкого, именем которого улица у нас названа, город в Украине назван именем этого человека, этого беззаконника, понимаете? И это страшно. Страшно, потому что мы понимаем, что народ в основной своей массе не понимает этих вещей. И несет бремя этого проклятия за пролитую кровь. И если мы посмотрим первое убийство, убийство Авеля Каина, и увидим последствия того греха, которые легли на Каина, что он стал скитальцем, он стал бояться всех и вся. Он, кстати, был первым человеком, который придумал такое понятие, как некая огороженная территория, где он чувствовал бы себя безопасно. То есть он построил первый город. Он выглядел не так, как нынешний, но он построил первый город, а город это, собственно, убежище какое-то, потому что есть страх в сердце. И посмотрите на то, что происходит с нашей страной. Многие люди так и норовят уехать отсюда и скитаться с места на место, где бы что-то заработать, чтобы прокормить свои семьи. А разве в Украине нет возможности накормить весь народ? Есть. Но почему это не реализуется? Потому что нет Божьего благословения вот в полной мере, как оно могло бы быть. Понимаете? Народ скитается, есть проблемы в экономике, есть проблемы в политике, война на Востоке. Вы же понимаете, что это все не является плодом благословений. Откуда это все берется? Если мы смотрим в Писание, мы понимаем, что есть ответственность на украинском народе, на нас лично, на каждым из нас. И не важно, участвовали мы или нет, если мы связываем себя узами любви со своим народом, мы принимаем на себя эту ответственность, и мы должны прийти к Богу, исповедать свой грех. Писание говорит, что если кто согрешает, то мы должны прийти к Богу и исповедать этот грех. И он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякого греха. Если мы хотим иметь на себе благословение, которое Бог дал Аврааму, обещая, что благословляющего благословлю, злословящего прокляну, если мы хотим быть в этом благословении, то мы должны взять на себя ответственность, должны, во-первых, принести таки покаяние за то, что было сделано когда-то. Кроме всего прочего, я думаю, что каждый должен по возможности в молитве или расспросив своих родственников, которые, может быть, владеют какой-то информацией, если это когда-то было в истории какой-то семьи, это тоже необходимо вынести в свет перед Богом. понимаете? Нам, как общине, я думаю, было бы полезно исследовать этот вопрос и узнать факты того, что происходило на территории Одессы, потому что мы Богом поставлены в Одессе. Я думаю, что мы со временем обязательно займемся этим вопросом, найдем людей, которые владеют этой информацией, и мы будем это все озвучивать. То есть мы должны понимать, что если мы сегодня просто помолимся, это значит, мы просто скажем, вот, да, мы признаем и все, а дальше что? То есть мы как бы что-то изгоняем из своей среды, но святое место пустое не бывает. То есть для того, чтобы это место не было пустым, мы должны начать делать дела веры, дела любви, в отношении еврейского народа. И это должно выражаться вот в конкретных каких-то вещах. Я вот недавно смотрел, ну, попалась мне информация, когда пару недель назад была угроза начала войны Израиля с Ираном. Значит, и там брали интервью у представителей силовых структур Израиля. И мне очень понравилось то, что вот сказал этот человек, он говорит, что сейчас в мире очень сильно набрали обороты вот эти антисемитские настроения. Значит, и мы видим, как способ борьбы с этим, во-первых, просвещение в этих вопросах. потому что, собственно говоря, люди, народы, они вступают на эту скользкую стезю именно из-за того, что они не знают истины, они не знают Бога, они не знают истинного отношения Бога к Израилю и к другим народам. И вот просвещение это один из путей. Ну, и, собственно, вторым путем он назвал усиление антитеррористических мероприятий. Мы не являемся представителями силовых структур в этом материальном мире, но можно сказать, что мы представляем самую мощную силовую структуру в духовном мире. Мы дети Божьи, мы поставлены здесь и Писание говорит вот сейчас, секунду, значит, это у нас 1 Тимофея 3.14.15 Я надеюсь, что вскоре приду к тебе, но пишу это для того, чтобы, если задержусь, ты знал, как следует себя вести в Доме Божьем, который является мессианская община живого Бога, столб и опора истины. То есть Бог нас поставил на этой земле, поставил в этой стране и в этом городе для того, чтобы мы были столпом и утверждением истины, истины Божьей, о Боге, о Израиле, о народах, о Мессии, о всем том, что Бог имеет для человечества. И поэтому, для того, чтобы наше покаяние было не пустым, но чтобы оно в результате было наполненным и выразилось в каких-то конкретных действиях, во-первых, каждый человек должен принять определенное решение для себя. И, собственно, эти решения, это вот то все оружие, которое мы перечисляли, значит, это взять на себя ответственность и, скажем так, не пренебрегать теми евреями, которые находятся вот лично вокруг вас. К сожалению, мое время уже вышло, хотя есть еще что сказать. Но я думаю, я не думаю, я знаю, что мы будем продолжать проводить подобные просветительские мероприятия. Честно говоря, хотелось бы, чтобы это было привязано не только ко дню памяти жертв Холокоста, чтобы это проходило чаще. Для того, чтобы мы не забывали, чтобы мы помнили и чтобы мы таки стремились к тому, чтобы делать дела, угодные Богу, для блага, во-первых, Израиля и всего человечества и для просвещения и освещения этих вопросов. Спасибо большое за внимание. Милость Господа над нами мила на народ и на весь и рушила им милость 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 меня милость